Сегодня в Гомельском областном объединении профсоюза подвели выники мониторинга предприемства агропромыслового комплекса. Особливая увага подчас проведения проверок надавалась захованию законодательства по охове працы и створению належных бытовых умов. На это посаджение президиума областного объединения профсоюза запросили представников прокуратуры и комитета по сельской господарции и харчевании. Не глядяши на проводимую профилактичную работу, колькость несчастных выпадков с тяжкими наступствами у Галине не сменшается. Анализ Дарыни усвечит, что одной из основных причин является формальное оставление до оховы працы як на эмальников, так и самих потерпелых. Так, за 9 месяцев этого года в стане алкогольного опьянения загинули 3 человека, и еще один был тяжко травмированный. С початку года сельско-господарчим предприемствам выдадены рекомендации на ликвидацию больше 1600 порушеньев. У областного объединения профсоюза уличат, что в таких умовах больше уваги необходимо надавать повышению эффективности громадского контроля. Обрача того, в сельско-господарчих предприемствах означается недохоб инженеров по охове працы. Нередко их функции перекладаются на инших специалистов, что не садейничая по ляпшению ситуации. Из-за текучести кадров нет инженера по охране труда, он уволился. То, естественно, по законодательству его обязанности возлагает на любое должностное лицо. Как правило, это ведет главный инженер предприятия сельского хозяйства. Но, опять же, мы столкнулись с тем, что основная эта работа у него связана и с уборкой, и с пассивной, и с обеспечением работы тракторов исправности. И, к сожалению, на охрану труда у него не хватает времени. Продолжение следует... Продолжение следует...